Где-то тут должен быть артефакт. Интересная местность, да и тоннель тоже загадочный. Эх, помню, как я был в Лиманске. Опа. Завал. А это что? Стоп. Точно такую же табличку я находил в Лиманске. А что она тут забыла? Надо разобраться. Всем привет! Недавно я делал видео про дорогу в Чернобыль-П3, которая находится в Лиманске. После публикации видео мне написал один мой подписчик, что точно такая же табличка есть в северном тоннеле, на локации окрестностей Юпитера. Мне стало интересно разгадать загадку этого тоннеля. А вы, как обычно, на SP Channel. И мы начинаем! Итак, в прошлом ролике мы нашли, предположительно, тот самый объект. Чернобыль-П3. Как мы знаем, в Сталкере Чистое Небо нет локаций окрестностей Юпитера, а в Зове Припяти нет Лиманска. Теперь мы перейдём к другому. Сейчас мы вспомним годы релиза Чистого Неба из Зова Припяти. Релиз Чистого Неба был 2008 года, а релиз Зов Припяти — 2009. Вы можете спросить, зачем тебе это? А я вам отвечу, что это пригодится нам дальше. Итак, теперь мы вспомнили небольшой момент из прошлого ролика, где мы сравнивали надпись на указателе и расстояние от него до того объекта на самом деле 7 километров, как и написано на указателе. А мы идём дальше. Вот мы и пришли к самому интересному. Многие знают модификацию Зов Чернобыля, главная особенность которого — соединение всех локаций из трилогии Сталкер, опираясь на карту Зоны из Тени Чернобыля, Чистого Неба из Зова Припяти. Благодаря этому и появилась карта Зоны Зова Чернобыля. Давайте обратимся к ней. Посмотрев на карту Зову Чернобыля, мы видим, что локация Лиманской окрестностей Юпитера находится рядом, а тот объект, Чернобыль-П3, находится на севере, рядом с ЧАЭС. Теперь я нарисую путь от этого тоннеля до того места, где есть указатель Чернобыль-П3. Но в том тоннеле есть железнодорожные пути, а в Лиманске их нет. Может быть, есть какой-то небольшой подземный комплекс, где железная дорога переходит на автомобильную. Но об этом нигде не говорится. И, кстати, расстояние до этого объекта в Сталгре Чистое Небо и в Зове Чернобыля одинаковое. Следовательно, я могу сказать, что этот тоннель идет к объекту Чернобыль-П3. А на этом данное видео подошло к концу. Хочу передать огромную благодарность всем тем, кто подписался на мой канал, ведь нас уже 600. Я буду продолжать делать годный контент. Буду находить вещи, о которых вы не знали в Сталкере. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok